ну это короче сейчас видео для браконьеров все видно так и едем полностью без фар посмотрим будет видно или главное куда-нибудь не вкатить вот вроде бы дорогу нет сильно близко сейчас ставим дом в котором у нас будет стол стоять чтобы было тепло комфортно у нас есть автономка зимнего отдыха вам нужна зимняя палатка я не люблю палатки в которой ставятся штырьки я люблю когда все автоматически это делается за одну минуту и в такой палатке не страшно землетрясение она выдержит думаешь ночью кстати я поеду покажу вам как работает тепловизор вот он стоит на крыше серёга в этот раз у нас ночует в этой палатке посмотрим замерзнет но мы ему не будем давать никакое одеяло и автономную печку сегодня будем тестировать я ее уже один раз запускал блин вообще печка это я ее очень люблю это как знаете собачки с маленькими ножками такими есть которые постоянно сломаны кстати хорошая идея он сам сделал смотрите у него какие норфин это у нас чё производство вот я сегодня первый раз девая башмаки новые свои достал не раз еще не одевал будем тестить а тут картошка получается подпеченная а вы где все спать будете прям на снегу и думаешь прям ты сможешь выжать да покажем людям да как это так бежит еще легко да здоровый нифига он такой толстый и он сломался братан ты чё же чак не сломал этот тягу дали машину доверить все привыкни к аппарату поднимаемся вот по такому подъему и они уже застряли в перемет попали чтобы их не стянуло стой 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 скажи да дай вы чё делаете тойота полный привод вот так надо ездить всем привет наконец-то едут в большое путешествие аж на на или вот машина она она не едет куда я еду расскажи как надо мужа отправлять на рыбалку ну вот а ты вот так муж покайфовать и это жена на работу идет ну зимой они не ездят еще со мной едет собака вот он джек давно хотел уже поехать маму нашему и оставили на работе еду за серегой еще едет одна машина еще двое парня одного из них вы видели у меня на видео все едем встречаемся на копчегайте все догнали саня саня миша его видели уже в одном ролике у него свой канал про рыбалку тоже да расскажи название люди пускай подпишется рыбалку и про все кроме политики называется дэн микс канал на английском дэн микс подписывайтесь у каждого свой контент вот мы едем получается с этой машиной я конечно очень удивлен я слышал но здесь новый асфальт сделали я только первый раз по нему вот еду это у нас 24 уже год 23 я не ездил слышал что сделали в общем докуда вот дойдет этот асфальт покажу если бы он прям до казахстана был это просто супер будет в те места потому что прям теперь будет с кайфом ездить сейчас проезжали лошадей его вот эта штука лошадь как человека определила какой-то кентавр наверно не успел лошадей заснять вообще супер прямо так они стояли ну думаю еще будут по дороге серега говорит эта дорога почти до куртов идет это вообще супер большое вам спасибо кто это сделал прям вообще от души теперь представляете люди какие будут счастливы и которые едут на рыбалку это просто кайф ехать по этой новой дороге и теперь получается вот эти вот края будут больше людьми занятые ну смысле ехать будут люди сюда это вообще спасибо кто сделал все-таки казахстан идет к цивилизации дороге почти уже по всему казахстану сделали ну дай бог уже скоро доделают их и мы будем путешествовать все дальше и дальше по классному асфальту двух километров где-то стоят лошади на дороге не на дороге а сбоку вон там и здесь уже их видно ну блин честно если вот я посмотрел свой ролик когда я установку делал камера вообще заснимает плохо ну потому что камера gopro и не видно вон они точечки видите здесь вот они видно их вон даже на таком расстоянии смотрите когда будут прямо на дороге стоять я еще раз покажу вон они видно видно прям что стоят и качество камеры резкость не передает экрана на самом деле прям вот видите на самом деле прям четко показывает а камера прям ну она высветляет и качество плохое получается но ничего скоро мы это решим ну чё ребят дорога закончилась на дереве где спуск такой небольшой серёга говорит дорога до куртов говорит ну-ка смотри в камеру вот на рядом рядом до куртов здесь говорит тут еще километров 100 наверно до куртов в общем все поняли да где сверху дерево дорога кончивать свернули неподалеку от того места где кончился асфальт и едем направо думаю может здесь какое место посмотреть подъехали к или это у нас высоковольтка вон она кто знает поймет что за место здесь берег высокий и не нету деревьев нам самое главное чтобы были сухие дрова костер пожечь сейчас я выйду сниму покажу вам с улицы вот речка лед течет под утро будет прям много льда она ночью подмерзает на краях а потом начинает его срывать слушайте но пока деревья вообще нету вон там дальше может быть будут по краю поедем посмотрим да вот так вокруг все сегодня у нас очень пасмурно ну если снег пойдет классно будет мне нравится снег стадо верблюдов смотрите стоит вода не побежали то он человек идет смотреть что там с ружьем с собаками но охотиться хватит не что спросим подъедем зайцы есть нет встретили охотников двух зайчиков они взяли фарид до зовут фарид привет тебе от кайф уж в общем едем дальше вроде деревья там дальше должны быть говорит вдоль берега подъезжаем вот куда-то не знаю куда подъезжаем джек уже скулит он чувствует что уже вот запах дикими животными и прям он уже хочет выскочить ну короче я не знаю что она говорит азарт это свину свечение свечения смысле внимание завет свет короче подъехали к такому месту и вот как будто бы туда дорога была но но это по моему здесь а будет если мы опа проваливаюсь нет туда вообще рисковать никак потому что это вода здесь видишь было а так бы мы вот здесь бы сейчас заехали и прям в деревьях да в этих классно было все едем дальше искать хорошее место будем искать пока не найдем супер место прям такое которое будет по душе вот остановились еще одно местечко деревья прям уже готовые вот этих сухие но вот здесь вот если в дереве и спуск да есть главное и там он перекат есть пойдемте вот здесь глянем чё как намного сухих видите деревьев песок барханчик прям чистый вот здесь такое ничего местечко и вокруг красиво в принципе о вот точно и здесь и назначенное место в назначенное время уже все прошло вот здесь смотрите одну машину вот здесь поставим вот здесь костер где-нибудь допустим здесь можно палатку домик поставить либо сюда машину спуск есть можем еще проехать если чё вернемся так вот фазенда у которых ребят тут раз лодка уплыла это вот фазенда там дальше мы стояли вот перекатик какой-то вот здесь вот чё думаете нормально или еще проедем но дальше мы все изъездили дальше там только за крутинку если ехать там было нормально место да да я же говорю тут много вот сухих дров только походить пособирать и все теле поехать еще место посмотреть но как мы увидели вышка полигона вон она очень далеко и мы сейчас потеряем два часа пока будем ездить решили все таки наверное вернемся на это место здесь близко и ну тут такой везде спуск все короче едем возле воды да ну тут за этот берег с этой стороны такой высокий обычно вот домик у которых лодка уплыла я с ними общаюсь забыл как имя извиняюсь конечно он не постоянно пишет мед продает и мы едем все таки вот это место самое лучшее где мы были это вот в деревьях в общем все возвращаемся встаем на него смотрите у него какие норфин это у нас чё производство вот я сегодня первый раз девая башмаки новые свои достал не раз еще не одевал будем тестить башмаки костюм штаны переодеваюсь короче шапку такую же вот я себе взял еще в том году ну так короче не это не одевал еще не приходилось все раскладываем лагерь потом мы будем готовить на казане у нас есть баранина вы казани да забыли серёга меня все время жизни учат джек потом мы будем готовить в казане правильно правильно приехали тут кто-то мусор поставлял потом мы будем готовить в казане костер рыбачить сейчас пойдем еще если мы поймаем жереха это будет просто мега круто да давай бери удочку уже иди вас рубать его сейчас ставим дом в котором у нас будет стол стоять чтобы было тепло комфортно у нас есть автономка кстати это автономка том видео которое у меня было про автономку с тихим насосом оказывается там был не тихий насос сейчас будет много людей писать что мы лошарики но так получилось что перепутали коробки либо там китайцы может что-то попутали там был обычный насос для зимнего отдыха вам нужна зимняя палатка вот смотрите помочь до скидываем и растягиваем я не люблю палатки в которой ставятся штырьки я люблю когда все автоматически это делается за одну минуту потолок внутри надо толкнуть вот так вот так быстро ставится палатка и она трехслойная очень теплая сейчас затащим туда стол стулья и поставим автономку и в таком домике вы можете прям с комфортом сидеть и в такой палатке не страшно землетрясение вот даже какой-то какие-то проблемы кипиши вот уехал на природу поставил и все ты думаешь она выдержит думаешь джек просится на охоту пойти сейчас джек пойдем успокойся вот он просто без остановки меня просит пойдем пойдем либо на рыбалку он хочет пойти рыбу половить либо на охоту но мы сегодня ночью кстати я поеду покажу вам как работает тепловизор вот он стоит на крыше вот видите кто следит за каналом видели ролики мои как я его установил поедем посмотрим как он показывает вот этих коров верблюдов всех которых мы проехали может зайца даже увидит в общем это будет все позже как стемнеет сейчас будем готовить еду в общем расставляемся серёга я для тебя взял палатку это очень теплая чтобы тебе в ней даже не жарко было она однослойная короче серёга будет спать в этой палатке вот прям на голом снегу серёга в этот раз у нас ночует в этой палатке посмотрим замерзнет или нет но мы ему не будем давать никакое одеяло и автономную печку максимум холодное пиво для зимнего отдыха вам нужна короче обязательно автономка подстилка какая-то теплая либо раскладушка как они будут сегодня спать я это все покажу в принципе все просто на раскладушках спят автономка дает тепло палатка трехслойная новая моя печка я ее доработал покажи я сделал у нее вот такие ножки смотрите прям прикрутил шурупами потому что она уже супер маленькая и вот эти трубы видите если без ножек они упираются хотя здесь два уголка у меня я сюда поставил гофрочку вот такую потому что провод липкой изолентой замотанный и получается перенес пульт вот сюда к верху мне так больше нравится вот снял снял пленочку он новенький здесь есть такой пульт серёга будет лежать он жарко с пульта будет вот так даже вот рукой чтобы даже чтобы руку ему до bluetooth есть даже руку чтобы до печки не тянуть он будет с пульта короче добавлять сегодня будем тестировать я ее уже один раз запускал блин вообще печка это я ее очень люблю так что у нас еще есть у нас есть кстати у меня есть еще одна шапка кепочка есть можно так мне это больше нравится но я сегодня испытываю новую шапку насколько она будет тоже моя любимая шапка у нас есть с собой смотрите мой аккумулятор от вертолета скоро у нас будет супер аккумулятор мы будем собирать вот такого ящика с андрюхой это у нас квадрокоптер с такого же ящика мы соберем еще аккумулятор который я думаю из вас много кто захочет и купить себе его он будет дорого но он будет 200 по моему 40 ампер весом до 20 килограмм обычный аккумулятор сотка он весит 30 килограмм гелевый глубина разряда больше это это будет мега крутой аккумулятор следите за каналом у нас еще и я взял 10 литров с собой дизеля для печки у вас тоже автоном когда сегодня есть вон она она покажи это чего у нее за костыли такие это ножки чтобы он отполок палатку это как знаете собачки с маленькими ножками такими есть которые постоянно взломаны кстати хорошее дело смотри это же дополнительно это расстояние от пола допустим полы чтобы жара не было пола я поэтому их нарастил они легко откручиваются можно поставить на родные ножки грамм это самодельные ножки да это как они втыкаются у тебя нет вот эти пластик это родной я просто взял шпильку приводил не поднял это шайбочку ты что же поднял вот это было здесь да это ее родное все но я вот нарастила сделал такие ножки их можно там подрегулировать это видать просто быстросъем ты их установил просто всем воздух лишнего насколько было бы можно меньше ее сделать зато расстояние это же для расстояния сделаны уже допустим палатка с дном если правда если с полами палатка допустим я не вот я понял ну я знаю что делаю в этом случае лист подкладываешь жаропрочный за жаростойки все я можно как вариант не ну тут самое главное смотрите что они съемные они есть люди которые просто доску прикрутили туда я вот на днях в чате говорю это что такое 10 сантиметровые доски прикрутил усок и того печка у него него такая вот такая стала в общем вот здесь классно сделано что съемная ты снял и она маленькая а когда ты не можешь снять у тебя увеличивается размер и места в машине меньше слушая вот эти четыре сопла отмечаю это короче одно сопло к тебе другое я обычно ставлю как две наверх чтобы они у меня по верху тепло одна лепить снизу все одна такая вот такая вот прям как ее сразу вставил и все и у тебя жар разводки нет разводки моя печка короче для одного а это печка для четверых кому надо насчет печек телефон ссылки под видео заготавливаем дрова здесь у нас под костер будет вот собираем бревна здесь у нас для казана будет вот казан сейчас уже начнем готовить кушать вышло немножечко солнца но уже зашло опять мы установили уже печку все поставили в шатре вот так у нас здесь стоит аккумулятор печка стол и заготавливаем в общем дрова то у вас повар то сегодня александр говорит что александр под моим чутким руководством по младшинству это чё за мясо расскажите рашка это у нас ребрышки получается и чуть-чуть мяско филешечка жиром в общем все заготовили дров и начинаем разжигать казан и будем готовить мясо баранина ну понятное дело мы рассказали что баранина серега напился и по десять раз одно и то же хороший выезд давно не выезжали антон великодушно заехал за мной забрал меня так что сегодня полностью расслаблен напрягаюсь он рыбачим мусор собираем пакетика до мусора сегодня у нас много много стекла и поэтому в пакет ложим потом положим обратно пацаны здесь у нас готовят так давай расскажи у тебя тоже youtube канал да у меня есть youtube канал название youtube канала алекс rv90 на латинице вот занимаюсь я на канале получается я занимаюсь автомобилями показываю рассказываю разные лайфхаки там печками мы занимаемся я занимаюсь непосредственно ремонтом кузова сварочной работы арки пороги делики люблю по лонжерона все вопросы до решаемые ты получается сам делаешь это все да я получается занимаюсь непосредственно сварочными работами сам что знаю рассказываю показываю есть вопросы люди там пишут там с россии очень много подписчиков у нас по казахстану ребята интересуются как чё я стараюсь сюда всем подсказать помочь кто хочет сам соответственно я стараюсь всеми силами помочь ребятам там подсказать рассказать как лучше сделать ну и так далее и так далее ну реально по ремонту по реставрации делик у него уже не знаю один из первых реставрации прадиков прадики братом не ломают за кадром у него есть дыра 1 там покажи нами просто как бы там ни было да те же самые там возьмем двухсотки про доз и классная техника у меня у самого есть surf да кто каналом за каналом за моим сидит у меня есть 185 surf но все равно годы берутся и по моменту до ржавчины там порожки задние арки все равно уже вылазит особенно те автомобили которые ранее попадали ну даже в незначительные дтп где-то чё-то подкрасили где-то что-то притерли ну вот это обработка кузова да также рам тебя гараж свой до гараж навес то бишь есть место где мне частный дом да у тебя ну грубо говоря да есть рабочее место классное место вот такая вот природа ну еще бы рыбку бы поймать вообще было бы супер делали вот такое специальное бревно чтобы на нем рубить отличный пенек все порублено просто за секунды здесь ведется съемка видите на второй канал джека они вроде много вроде вроде много мяса короче они предложили съесть джека как вы согласны или нет с этим костюм очень теплый супер просто супер кайфовое место классный вышло солнце ну правда ветер задул да прям хорошо задул вот он чё хотел порыбачить просто вот он ждет рыбу джерико зимой ни разу не рыбачил он знает что нельзя крючок но он хочет рыбу поймать джеку пофигу вода ледяная вот он стоит в воде ждет рыбу настолько вот он рыбак начался сильный ветер и прям дует капец как холодно стало разожгли уже казан вот так пацаны сидят греются прям сильный до ветер начинается процесс расскажите что вы делаете ты чё не видишь нет я не вижу вдруг кто не знает что это картошку морковку вы чистите новый вид морков морковку речку вы чё свекольник что ли хотите готовить борщ борщ здесь у нас сейчас 0 градусов только включили печку на тепло уже вот смотрите как она работает на минимальных оборотах все вот сделал минималку вот так мягко работает насос видите звона нету прям тихо тихо вот так отойду даже вы на я не слышно будет нет чуть-чуть слышно картошку сейчас будем обжаривать если вы специалисты умеете вкусно готовить то милости просим в нашу команду да мы готовы будем с вами съездить если вы приготовите вкусно пишите здесь у нас уже 10 градусов температура потихонечку поднимается до 100 процентов припечаталась а вы потом еще хотите и и она ты хочешь засолить как рыбу что ли призме дофига нет нормально ну вы видели технологии да какие так здесь какое и какое первое закидываем ничего вот это все идет и по ней ребрышки допустим вот у нас мякушка давай сначала ребрышки я просто отделил специально сразу мы их не обжарим блогеры эти задолбали красивый цвет стал в общем вот так все происходит я здесь на я им сделал свет для полного кайфа вот вот свет видите им светло теперь турбина так что там у нас с мясом скажи обжарили первую партию мясо с косточками которые сейчас чисто как мяк запах такой тушеные баранины класс это еще не все сейчас в конце потом с лучком и с картошкой все это вместе соединим и протушим жар самый раз очень красивый закат такой контраст чуть-чуть присолим чтобы потом уже казанка сложим уже все как стейки же после готовки жарят это все присаливают мы в тот раз делали гамбургеры на природе это было супер вкусно и прямо вообще офигенные получились такие сочные вкусные женька мы по два штуки как зарубили это было вообще незабываемо ну думаю еще если куда-нибудь поедем еще с готовим там мне понравилось на тимирлики это место которое мы переехали через речку новая я думаю мы туда еще съездим еще один разочек наверно попадем до того момента когда начнется ажиотаж на эти места так дальше что может уже сейчас тянем хавать сейчас мы попробуем вас уже сготовили нет теперь что дальше лучшок наверно и блин маска надо убрать оставить хотя бы там не знаю пятую часть дайте-ка я один кусочек дерну у вас он не соленый посолить надо касса зубы сломать много не приготовил жирок вкусный а угли кстати закончились туда надо надо скинуть дрог на нормальный давай мя да да а а а а а перец уже надо посыпать а а а все нормально не наоборот нормально она это как раз чуть остается поднимите от маленьких а а а а а а у вас такой сзади красивый вид на улице холодина ветер ветер кстати успокоился и прям штиль полный вообще класс и теперь прям можно сесть возле костра поставить чайничек на костер и сидеть кайфовать там специи черный перец беру а ох вид очень вообще красивый солнце ушло ну я прям сверху не мешает а картошку в диск положим блин сколько сейчас слюней течет у людей это прям вообще на костре именно на огне представляете как это все вкусно и классно какое-то растирание святые руки то мыл конечно говорит вчера только что же снегом а снегом сейчас мы еще поедем тепловизор испытывать да это что такое это кориандр кориандр это кинза короче перец давай побольше его прям вообще замочи нормально его прям да побольше в принципе пиканка стоит он борется с ними и такой в конце такой пивком как это ягодка на торте смотри как смотрите какой классный пенек у нас здесь как столик да он работает на нем же и порубили все и и все стоит возможно он с вами в Алмуту уедет да такой пенек на крючке а что собаку взял с речки а пенек что не возьмешь я не знаю собака то выросла у нас уже ну какой пенек классный ну какой пенек классный расскажу вам свои планы на этот год я в этом году хочу очень прям прокачать канал для этого мне нужно полтора миллиона на камеру и миллион сто на мощный компьютер я буду уже выпускать ролики в 4к они будут уже супер качественные по камере я определился это sony alfa fx 30 это видеокамера именно она заточена под видеосъемку и вы будете сидеть с той стороны экрана и смотреть супер картинку она будет супер качественная супер сочная супер с размытым фоном сзади все будет профессионально для этого мне нужно два с половиной миллиона представляете если я не насобираю эти деньги я возьму в рассрочку на два года и рассчитаю за это все но если вы закинете донаты я буду очень рад ну дай бог насобираем на камеру и на компьютер новый мой компьютер не сможет редактировать в 4к видео он еле-еле в 2к делает видео ну ничего мы прорвемся и я думаю летом уже будет у нас супер контент я сделаю все для того чтобы улучшить качество и развиваться ну время пришло уже какие-то понимаешь моменты что надо уже сделать лучше чем у всех у всех кто начинает и у всех как это сказать чем-то надо отличиться от других потому что я не люблю быть как все я хочу чтобы у меня было супер качество поэтому я думаю летом я уже куплю камеру насобираю я на нее или нет ну дай бог чтобы все получилось если кто-то хочет в ссылке под видео есть моя карта и буду очень рад мы нам много что насобирали уже и я думаю подписчики помогут у нас уже кстати хорошая новость 40 тысяч подписчиков вчера я посмотрел да оставляешь было 30 39 900 что-то там чем-то и вчера я уже смотрю 40 тысяч 6 человек всем большое спасибо кто подписался буду радовать вас новыми роликами дай бог в этом новом году наберем 100 тысяч я в это верю я верю в будущее я стараюсь чтобы это все получилось стараюсь показывать вам какие-то супер гаджеты какие-то красивые места чтобы вы тоже наездили на это на эти места чтобы вас вдохновить в общем всем спасибо кто пишет комментарии и еще раз всем пожелаю удачи вот так серёга сидит и кайфует возле костра но ты ближе сядь тебе от костра холодно нет ноги не прогрели сидим в ожидании мясо оно у нас томится вот скоро должно приготовиться ждем с нетерпением вкусняшек все в ожидании все молчат и ждут когда же мы будем уже кушать ветер стих очень хорошо достаточно холодно на улице но все-таки ветер стих и уже гораздо прям комфортнее находиться на улице когда ветер очень некомфортно а когда ветра нету любая температура превращается в комфортную температуру да когда сидишь возле костра тебе тепло вон он сидит смотрите и тащится Серега ветра нет тепло не сдувается в сторону и соответственно получается сидишь возле костра там прям расстегиваешься что все достаточно жарко когда есть ветер ветер тепло сдувает сторону соответственно уже комфорта никакого нету просто ветер все раздувает ну и эффекта нету получается у нас работает автономка в домике у меня работает автономка в машине замариновали еще лучок чтоб с мясом потом прикуску покушать блин кажется так уже вкусно все это выглядит так вот все собрались здесь толпа целая уже готовы а вы где все спать будете а? на улице прям на снегу да ты думаешь прям ты сможешь выжать да? ну если в спальном мешке да покажем людям да как это конечно ты тоже будешь на улице спать подумаем посмотрим под деревом возле костра а ты не боишься что тебя придут и съедят йети нет 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 да вы будете вдвоем втроем да да с Серегой Серегой ну если что у меня есть ружье и вдруг если вас будут есть то я по любому успею двоих защитить ну по любому по любому тут уже без вариантов третий в расход пойдет вы главное вы главное Серегу ложите с краю чтобы если что его съели как отвлекающий не у нас будет на всякий случай Джек ну да Джек собака кстати очень хорошо охраняет и не дает подходить к лагерю сколько времени Саш прошел? 21 минута прошла надо посмотреть открыть посмотреть попробовать может надо перемешать а тут картошка получается подпеченная мы сейчас еще поедем диких животных смотреть вот это блюдо у нас сегодня получилось казан-каваб называется ох какое красота и сверху зеленью посыпем да? ага зеленью да? ох ох какая красота это казан-каваб пока горячая надо кушать если ты не знал да? картошка вообще прикольная я такую даже не видел ни разу это же именно вот я так обжарю я не раз готовил картошка смотрите какая не так конечно классная круто это лучок маринованный? да ммм 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 вот сейчас мягкая стала что давайте за блюдо все молчат значит вкусно да давайте за смотрите картошка разваливает за выезд совместный и за вкусную кухню которую совместно так приготовили вот здесь давайте вы чай да пьете я смотрю короче получилось вкусно картошечка и мясо вот так оно выглядит ну что получилось вообще прям бомбически супер картошечка супер мяско супер все очень-очень вкусно ну и всем тем кто сейчас кушает вам ребят тоже приятного аппетита приятного аппетита нам очень хорошая поездка хорошо что выбрались ну все очень здорово обстановка ветер стих да вот самое самое да что вот он прям настроение портил можно сказать а ну сейчас здорово очень-очень вкусно приятного аппетита все покушали супер спасибо всем кто принимал участие очень вкусно офигенно сейчас мы едем на машине посмотрим животных ночью посмотрим как работает тепловизор будет видно или нет их в общем двое остаются здесь вдвоем едем потому что у меня кровать разложена так вот так у нас горит свет боковой мы с Мишей едем выключаем боковой свет выключаем эти фары полностью включаем тепловизор ну это короче сейчас видео для браконьеров все видно так и едем полностью без фар так и так и так ну и